Удагейское слово «бекин» в переводе означает «река, текущая между гор, богатая рыбой». В Пожарском районе Приморского края чуть менее 400 представителей малочисленной народности Удаге обосновались на территории села Красный Яр. Целые поколения местных жителей веками занимались охотой и собирательством. Однако с недавнего времени естественный уклад жизни малочисленного народа стал пересекаться с интересами новообразованного национального парка «Бекин». На этих кадрах люди в форме сотрудников федерального учреждения участвуют в оформлении административного протокола. На охотника Удагейца. Получив три административки, он будет лишен возможности вести традиционный образ жизни. В тайге за сотни километров от цивилизации, предприятий и рабочих мест – это патовая ситуация. Я считаю, что этот парк, он просто против коренного населения. Чтобы выжить, распродать эти все участки, кто-то карман денежки положит, а мы, как всегда, обманутые. Еще в 2015 году президент России Владимир Путин подписал специальный перечень поручений по завершению создания парка «Бекин». Тогда, согласно первому пункту 729-го поручения, коренные народы страны наделялись правом безвозмездного посещения и свободного пребывания на территориях национальных парков. Однако спустя два года у местных жителей накопился ряд вопросов. Под земли национального парка попала территория традиционного природопользования, которая испокон веков принадлежала удыгейцам и нанайцам. И жители местные, они недовольны. Статус есть, а прав нет. Именно так удыгейцы бассейны реки Бекин характеризуют положение своего и без того малочисленного народа. Евгений Черемухин, Станислав Лазебный, Новости на Восьмом.